Но отступил немножко желтый оттенок или нет, я не знаю, вам виднее. Каждая из вас хозяйка, кто чебуреки делал, уже мысленно мне прям хочет подсказать, как лучше сделать, да, чтобы получилось все нормально. Дочи в гости, иди. Сниматься. Сниматься. Зато тогда я тебя хоть иногда буду видеть уже таким, как сказать, расслабленным человеком, вот как сейчас. В добром здравии. Да, адекватный человек сидит, чай пьет. А то бы я как себя вела, если бы. Что еще прикольно, да, это пальто можно одевать, как рюкзак, да? Да. Доброе утречко, девочки мои. Что у нас на улице? Плюс 9 градусов, туман, идет дождик, все мокрое. Ну, свежий воздух, ветра нету, это радует, да. В общем, пасмурно, некомфортно на улице. Девочки, вот скажите мне, пожалуйста, где брать энергию, когда вот такая погода на улице? Почему я все время обращаю внимание на погоду? Потому что мое состояние зачастую, оно от погоды зависит. Мне иногда кажется, что я работаю на солнечных батарейках. Когда есть солнце на улице, у меня какой-то энергии есть, знаете, энергии. Солнца нет, у меня нет энергии вообще. Но я же не могу снимать видео только тогда, когда светит солнце. Так что приходится как-то приспосабливаться. В общем, я сейчас включу веселую музыку. Слава Богу, я с утра уже все видео там смонтировала, его загрузила, уже с видео закончила. И сейчас вот думаю, ну надо что-то делать, невозможно просто целый день как-то лежать, ничего не делать, да. Я так не могу. Я сейчас включу веселую, какому-нибудь энергичную музыку. Но правда на YouTube она не пройдет, на YouTube я другую музыку поставлю. А себе включу какую-нибудь веселенькую. И хочу сейчас ей скупаться, хочу голову помыть. Кстати говоря, красила голову я две недели назад. Но у меня корни еще как-то не видны, что они там отросли, как-то их не видно. Обычно я крашу через 3-4 недели вот так. Но сегодня я решила помыть голову. Вот этим вот средством, знаете, такой вот синий шампунь оттеночный. И такой же бальзамчик. Это как раз я брала Фаберлик специально, чтобы нейтрализовать желтизну, если она появляется. Но мне кажется, она со временем появляется, потому что светлый вот этот вот тонко немножко смывается. И со временем чуть-чуть есть такая немножко местами желтизна. Я не знаю, вам видно или нет. Вроде на камере не особо видно. Вот. Но периодически мою голову таким шампунем. Так что начну я сейчас с того, что я сейчас купаюсь. Голову помою. И посмотрим. Кстати говоря, интересно посмотреть на камере, будет разница или нет. Поэтому давайте сейчас вот запомним, какие у меня волосы сейчас. Да. И потом после мытья я вернусь и посмотрим, какие они будут. Ну вот и все. Я искупала, девочки мои. Так, ну что, посмотрите. Я не знаю. Я лично как-то вот разницы я не вижу. В экран не вижу, да и в зеркале как-то не вижу разницы. Так, чтобы поголубели волосы. Нет, не поголубели. Но отступил немножко желтый оттенок или нет, я не знаю. Вам виднее. Вот. Ну, хочу вам сказать, шампунь, конечно, классный. Он пахнет французскими духами. Он хорошо очень распенивается. Его, когда намыливаешь этот шампунь, просто удовольствие получаешь. И смываешь. Я чувствую, что у меня волосы еще до сих пор пахнут. Волосы такие становятся прям шелковистые, расчесываются хорошо. Ну, шампунь вообще качественно очень хороший. Вот. Ну, а насчет оттенка, я не знаю. Ну, я надеюсь, что легкий такой, легкий оттеночек, может быть, желтизны убрал. Ну, ладно. В общем, сделала, сделала, да. Так, все. Теперь мне нужно сейчас чуть-чуть отдохнуть. Потому что я обычно, когда искупаюсь, я почему-то устаю. Мне надо отдохнуть. И надо сейчас подумать, что я буду обедать. Уже дело близится к обеду. Девочки, решила я сделать чебуреки из вот этого готового теста. Тесто для чебуреков я покупала в пятерочке. Я еще ни разу не готовила с этим тестом. Но попробую. В общем, я его достала с холодильника. Достала фарш, он уже разморозился. Сейчас меленько порежу луковицу. И будем делать фарш. Честно говоря, я не помню, когда я последний раз делала чебуреки. Понятия не имею. Вот тут очень давно. Поэтому я не стала уже фарш делать, заморачиваться. Ну, повстречался мне в магазине. Я его купила. Я решила попробую с готовым фаршем делать. Если для чебуреков, то я думаю, что он сделан по той технологии, которая должна быть. В общем, вот так вот миленько режу. Дело в том, что у меня фарш уже перемолот с луком. Но там лука не столько, не то количество, которое нужно на чебуреки. На чебуреки должно быть лука побольше. Так, лучок готов. Фарш я переложила в мисочку. Отправляю туда лучок. Так, теперь добавим сюда соль. По вкусу соль, перец. Я еще добавлю немножко приправа. Это вот для курицы и мяса. Чуть-чуть добавлю, чтобы она немножко сладко дала. И букет перцев. Еще такой перчик чуть-чуть у меня есть. И надо добавить туда немножко водички, чтобы фарш не был слишком густым. Чуть-чуть он как бы жидким немножко должен быть. Но не жидким. Все это надо тщательно перемешать. Ну, где-то стакан сюда и уходит. Фарша не скажу, сколько, не знаю. На глаз у меня просто лежало. По пакетикам разложено. Все. Вот, чуть-чуть немножко он должен быть. Так, фарш я приготовила. Теперь сейчас я хочу вскрыть блинчики. Какие блинчики? Я вот так вот их проткну. Лепешечки от этих для чебуречков. Так, очень мне интересно. Вообще, вот эти лепешки я покупала. Они были в охлажденке. Хотя, я почитала, что в охлажденке они там хранятся до месяца, по-моему, месяца. А если в морозилке, их можно хранить несколько месяцев, 120 дней или даже больше. Ну, я их не стала замораживать, потому что я решила, что мне надо их попробовать. Понравится мне это тесто или не понравится. Так долго я его открывала. Ладно, будем брать по одному отсюда. Попробую делать, как там написано. Это уже тоненькая, раскатанная тесто. Где-то миллиметр у него толщина. Но они небольшие, но это даже и хорошо. Их удобно будет переворачивать. Вот так вот раскладываем мясо. Надо, чтобы оно было тоненьким, чтобы оно прожаривалось. Потому что жарить недолго его нужно. Накрыть, но там написано, что нужно, чтобы они скрепились водичкой. Смочить водичкой. Ну, интересно, я хочу попробовать водичкой, не водичкой попробовать. Как оно слепится. Так, одну сторону, я думаю, стоит намочить. Краешек водичкой. И слепить. Надо еще воздух оттуда выдвинуть. Воздуха внутри не было. Слепим края. Так. Сок у меня вытекает. Много, значит, фарша положила. Что, значит, редко делаю. Попробуем сейчас вот так вот еще залепить. Попробую залепить вот так края. Так. Следующий я по-другому немножко сделаю. Не очень мне это нравится. Скреплять водичкой. А может быть, я много воды налила в фарш. Не знаю. Будет стрелять. Но хорошо, что у меня есть сетка. Сеточка и кран такой. От масла. В общем, слепила. Но я смотрю, здесь что-то где-то разлепляется. Так. Все. Водичкой мне это дело не понравилось. Буду по-другому лепить. Так. Взяла я следующую лепешку. Попробую по-другому сделать. Да, в фарш, может быть, водички поменьше нужно было налить. Ну, ладно. Раз так налила, значит, налила. Я думаю, что вы, наверное, сейчас смотрите. И каждая из вас хозяйка, кто чебурики делал, уже мысленно мне прям хочет подсказать, как лучше сделать, да? Чтобы получилось все нормально. Так, ладно. Экспериментируем. Накрываю. Укрутляю концы вот так вот. И тарелочкой попробую так вот прокатить края. Надо так прокатить, чтобы они откривались. Вот так отходили. Так вот, я думаю, закрепится лучше край. Я помню, моя мама делала так. Вот. Я думаю, что здесь надежно закреплен край. Так, сейчас я еще один такой же сделаю. Попробую сделать вот последних два, пожарить и посмотреть, мне интересно, вытекать будет или нет сок. Сковороду я уже заранее поставила. Масло там уже прогревается. Потихонечку пока. Так, будет так. Так, будет так. Так, будет так. Вообще, честно говоря, лепешки эти маловатенькие. Я помню, когда моя мама делала чебурики. Ну, я делала тоже когда-то их по молодости. То лепешки делали побольше, было удобнее. А так они маловатенькие. Так, ну что. Сейчас будет брызгать. Кидаю на сковородку. Ладно, уже третий тоже сюда положу. Так. И вот такой экранчик я закрою, чтобы не сильно брызгалось. В общем, полторы-две минуты на одной стороне, полторы-две на другой стороне. Чтобы фарш пожарился. Так, ну у меня процесс идет. Чебуречки жарятся. Экранчик спасает немного, чтобы на меня не брызгало. Одна порция уже готова. Но отвлекаться никогда. Буду пробовать уже, когда все сделаю. Ну, вот я и нажарила чебуречки. 14 штук получилось в этой упаковке. Сейчас сяду кушать, буду пробовать. Будем пробовать, девочки. Мне интересно, сочный он получился или не сочный. И что вообще из себя это тесто представляет. Горячее еще. Еще не успела остыть. Я уже всю посуду перемыла, печку помыла, экран помыла. Экран чуть-чуть защищает руки от брызга. Вообще, конечно, через него тоже летит жир этот масло. Фарш, он сочный, но так, чтобы течет, не течет. А, классно. Надо соседку тоже угостить. Она меня постоянно чем-то угощает. Сейчас пойду и отнесу несколько штучек угощу. Короче, девочки, очень вкусно. Оторваться не могу. Все, буду кушать. Всем доброе утро, девочки мои. Я смотрю, на улице снежок потихонечку идет. Маленький такой снежочек. Я не знаю, видно вам или нет, кружится. Но плюс 3 градуса, поэтому снег сразу же растает. Ну, вообще, на улице пасмурно. Небо очень такое затянуто, затянуто. Зябко. Еще раз доброе утро, девочки мои. Я тут немножечко отвлеклась. Я только сняла окошко. Пришла соседка. Мы кофе с ней попили. И, в общем, с утра решили уже ее покрасить. Ну, жалко, что она сниматься не любит. Стесняется человек. Ну, что поделаешь. В общем, я ее покрасила. И вот сказала, что потом пришла, она мне показала. Краска закрашивает седину хорошо, которую я брала в Аберлик. Ну, у нее там просто концы были немножко темного цвета. И я говорю, давай мы потихонечку будем с тобой переходить более так немножечко натуральному. Вот. И, в общем-то, поэтому мне главное посмотреть, насколько у нее там идет небольшая как бы разница. Ну, она концы будет уже срезать. У нее стрижка короткая. Еще короче, чем у меня. Волос у нее редкий. Поэтому даже пол тюбика на корни прекрасно вот так вот хватило. Так. Ну, и вернемся к нашим делам насущным. Что у меня сегодня? Сегодня вечером у меня будет Настя. Я ее пойду забирать с садика. И вот я думаю, что надо что-то приготовить. У меня остался немножечко фарш с чебуреков. А, кстати, по поводу чебуреков хочу сказать. В общем, девочки, мой отзыв лично. Вот это тесто я же покупала готовым. Я хочу сказать, для тех, кому, конечно, ну, или, может быть, лень тесто месить, или, может быть, возможности такой нету. Можно, конечно, таким тестом воспользоваться. Но я думаю, что если тесто сделать самим, оно будет более лучше, более пышнее. А это тесто, вот, когда оно только вот с пылу, с жару, только со сковороды, когда свежее, все, тем более фарш, если хороший свой, да. Оно все прекрасно, все вкусно. Но когда чебуреки остывают, тесто, оно не такое воздушное. Оно как-то немножко как твердоватое, что ли. Ну, в общем, не особо. То же самое, я вчера угостила же соседку, сегодня спросила, говорю, как чебуреки. Она говорит, ну, понравились, хорошие, все. Ну, потому что там фарш просто отличный. Вот. Ну, говорит, тесто как бы так, не очень. Ну, да, тесто, тесто, оно на чебуреках обычно делается таким вот прям воздушным. Вот. А это такое более какое-то твердоватое, хотя оно тонко раскатано, все, оно удобно, быстренько раз-раз налепилось, все. Ну, и, в общем-то, вот эти чебуреки лучше есть вот прямо сразу со сковороды, когда они еще горячие, когда они свежие. А после того, как они остынут, уже тесто так себе. Вот. Все. Я вам сказала свое мнение по этому поводу, по поводу этого теста. В принципе, может быть, я когда-нибудь еще такое возьму, потому что, ну, бывает, знаете, хочется по-быстрому что-то приготовить, допустим, да. Если его хранить в морозилке, кстати, вот это тесто, оно в морозилке хранится 120 дней, кажется, да. А 120 дней это 4 месяца. Ну, в общем, короче говоря, там вот не меньше 4 месяцев можно хранить в морозилке. В морозилке, ну, это удобно, знаете, когда если вдруг вот срочно кто-то там или с работы пришел некогда, да, и может быть, там гости внезапно. То есть это по-быстрому, по-быстрому можно так вот сделать, приготовить. Ну, а если охота, в общем, заморочится, лучше, конечно, тесто сделать самим. Так, ладно. И, в общем, фарша у меня чуть-чуть осталось. И еще мне, я добавлю туда еще немножко, у меня небольшой кусочек фарша есть. Я решила, что я, наверное, сегодня сделаю макароны по-флотски, не буду сильно заморачиваться. Просто этот фарш на сковородке обжарю, сварю макароны изделия, в общем, перемешаю это все. И вот такой будет уже сегодня у нас, ну, по крайней мере, вот Настя придет, будет мне уже чем-то покормить. Я сама, может, это поем в обед. У меня еще немножко чебуреков осталось, поэтому я решила больше сегодня, наверное, ничего готовить не буду. Хотя, кто его знает, может быть, и приготовлю. Ладно, девочки, ну, делать нечего. Пока с утра еще есть силы. Я заметила, что с утра до обеда силы еще есть. После обеда уже все, силы заканчиваются. Сегодня я, кстати, выспалась прямо на удивление. С 12 часов до 7 прямо вот так вот даже ни разу не просыпалась. Ну, может быть, это вот перемена погоды как-то влияет на это. Потому что с утра я смотрю, уже снежочек маленький идет. Значит, вот благоприятные условия от того, что я выспалась, я прекрасно себя чувствую. У меня прекрасно от этого настроение. Это же здорово, это же вот так вот классно, да? И, кстати говоря, сейчас я читаю комментарии, у меня сегодня вышло видео, где я благодарю всех за поздравления. Ну, те, кто поздравить, видимо, забыл тогда еще перед этим или не успел, мне уже пишут поздравления уже в комментариях в этих. Поэтому я еще раз благодарю всех за поздравления. Всем спасибо и поздравляю я себя и поздравляю я вас с тем, что у меня 17 тысяч уже, как говорится, эта цифра пройдена, этот этап такой пройден, да? Ну, все, давайте готовить. Ну, вот он вот мой фаршик как раз. Готовится он быстро. Мне сюда не пришлось ничего добавлять. Ну, вот тот фарш, который я добавила, чуть-чуть присолила и все. Так, ну и сейчас вот несколько минуток влага выкипит, и все, уже фарш готов. Готовится он очень быстро. И потом я макароны поставлю варить. Так, макарошки мои уже сварились, кипят слегонца, слегонца. Все, воду сливаю, перемешиваю с мясом и готово. Ну, вот и готово. Макароны по-флотски люблю с детства, решила их поесть на завтрак сейчас. Девочки, совершенно неожиданно для себя я вышла на улицу. А куда я иду? Дочка позвонила мне и говорит, давай-ка мне в гости. Я говорю, да в принципе время есть. Там поснимаем кое-что. Она говорит, ну я как раз вот сейчас еду в тое направление. Сейчас, говорит, за тобой заеду. И, в общем-то, я быстренько-быстренько в попыхах собралась. И, не знаю, может что-нибудь и забыла дома. И, в общем, иду навстречу к дочке и поеду к ней ненадолго. Съезжаю и, в общем, посмотрим. Посмотрите потом, чем мы там будем заниматься. Ну, то, что мы там будем снимать, это будет сниматься уже на отдельное видео. Я не знаю, на ее видео, на мое видео. В общем, ничего не знаю пока что. Иду. Где она машину поставила, не знаю. Сейчас надо ей звякнуть и спросить, где она припарковалась. Все, девочки, встретилась я с дочей. Хочу показать вам, какое у нас небо сегодня. Видите, облачное. И, в общем-то, так вот. Ну, пасмурно, но ничего, так нормально, терпимо. Всем привет! Всем пиз! Пиз! Я, видишь, чуть-чуть подкрасилась. Уже по-быстрому думаю, Лянь, это же как-то вот внезапно я тебе говорю. Подстриглась, кстати? Я, да, подстриглась чуть-чуть, да. Подстриглась. Ну, как ты меня видела тогда лохматой. А чего чуть-чуть? Не, ну не чуть-чуть, но я подстриглась, как я раньше стриглась. Просто последняя стрижка у меня была. Я попросила, чтобы она сзади, как бы, ну, не укорачивалась сильно, так как зима. А сейчас решила опять. А сейчас я посмотрела, что за счет того, что длиннее ставили зад, из-за этого все остальное, как бы, длиннее. И она у меня быстро, во-первых, выросла, быстро заросла. Вот. И как-то вот не то. Пальто, короче, я решила, что, ну, во-первых, уже зима, как бы сейчас уже без шапки на улице ходить не буду, да. Мне главное, чтобы я дома выглядела нормально, раз в основном снимаю дома, да. Ну, иногда на улице, но в шапке. Так что, в общем, решила подстричься, как раньше, и все нормально. Вот. Так что мы сейчас едем к дочи в гости. К дочи в гости едим. Сниматься. А кто это у нас тут, милочка моя, кошечка маленькая? Козы бабушка пришла, да? Козы бабушка пришла. Так. Моя краса только. Так, ну и бантик у нас. Бантик. Привет. Бантик обарвантик. Бантик-хулиганчик маленький. Привет. Привет. Вот так вот. Любишь, да, когда тебя гладят? Кошечки. Ой, что за красотулечка у нас тут сидит. Такая красивая кошечка. Давай лапку, милая. Лапу бабушке дай. Давай. Ну не кусаешь, я сказала. Я сказала, не надо кусать меня, надо лапу дать. Скажи, привет, бабушка. Привет. Реднюка ты маленькая. Девочки, пью чай у дочки. И вот она мне угостила вот таким вареньем. Вот это варенье из тыквы. К моему большому удивлению, мне оно понравилось. Я, в принципе, тыкву не люблю ни в каком виде. Но вот это вот варенье, оно очень такое вкусненькое, такие хрустященькие штучки. Вот прямо класс. Я бы такое взяла себе варенье. Вот. И вот это хорошенькое варенье. Это фейхоа, да? Фейхоа. Тоже такое вкусненькое варенье. И вот миндальные печеньки. Ну, они немножко такие хрустященькие, но печеньку я съела. В общем-то, наелась, чаю напилась, уже все. Я довольна. Какова красота, какова красота. Ты в образе, да? Да, мама обожала меня. Мы тут чаи гоняем, но я там уже чай свой допила. Дочь я съела только. Чаечек пьет. Сидим, болтаем, общаемся. У меня скоро конкурс. У нее тоже скоро уже будет конкурс. Кстати. Кстати. Кстати, да, очень скоро у меня будет 300 тысяч подписчиков. Ура, ура, ура. Столько 100 человек осталось придет. Так что давайте скорее ко мне приходить. Да, девчата, кто не подписан еще на дочку, давайте ускорим, округлим ей циферку. Я буду радоваться, когда у тебя уже будет 300. Это уже такая цифра прям. Одновый уровень. Очень-очень кругленькая, да. Надо будет нам с тобой взять тортик. Задуть свечку, день рождения отметить, да? Да, 300 свечей надо будет. Ну, не 300. Можно 3. У тебя 300, а у меня... Нет, 3 и 2 нуля сделаем. У тебя 300 подписчиков, а у меня 3 года каналу. Тройчик. Тройчики. Мы тройку твою символизируем. От 300 тройку символизируем. Ты будешь тройку задавать, а я 2 нуля. Не, ну мне каналчик-то скромненький, потому что... Ну, мне такой нужен. Мне нужен такой скромненький каналчик. Потому что если бы у меня был такой огромный, я бы не потянула. У меня уже как бы не по селам такое. Ну, да, хотя? Не, ну оно мне как бы так много и не надо все. Там не тяжело тянуть. Ну, у меня вот смотри, я, допустим, села своих там каких-нибудь 20 комментариев почитала, и нормально каждый день. А, это для этого? А твои, ну раз думаю там, когда никогда, думаю, сесть почитать, открываю, а там такая сотни комментариев. Уже отдельный человек? Когда уже их читать. Да, да, очень много чего. Очень много чего нужно, и как бы, ну, свои какие-то сложности. Я в начальство не рвусь, знаешь, как на работе. Я в начальство не рвусь, я лучше буду рядовым работничком, да, ну, бригадиром от силы, допустим. Но начальником цеха мне быть не хочется, ну, к примеру, так. Ну, это, понимаешь, тут же не то, что там вот я называюсь каким-то груздем, да, но надо же еще и соответствовать этому всему, идти в ногу с этим всем, надо все успевать, а не то, что называться. Я вот директором, когда побыла, я поняла, что это большая ответственность и много хлопот. Ну, зачем мне это надо? Мне это не надо. Есть в твоих словах доля правды. Вот, да, я не то, чтобы скромный, я скромный человек, я просто, вот, то, что меня устраивает в тех мерах, в тех рамках, да, вот оно меня так и устраивает, мне больше его не надо. Аж в глаз попало еще от твоих слов. Давай, вынимай с глаза, что там попало в тебя. Вот иногда интересно посмотреть на котят, да? Ты вытащила с глаза, что там попало в тебя? У меня в зуб теперь что-то спало. Да что ж такое-то? Ну, я пока вот бантика поснимаю, как он тут играется с лапочками, облизывается. Ладно, ладно, я уже готовлю. Вот. Ну, и вот что, и что, и на чем мы с тобой становились? И она туда опять, да что ж такое, мама в гости придет. Я в Дзене. Да, в Дзене, ты в Дзене. Я в Шанти. Да. У меня все нормально, я никуда не спешу, я ничего там ни в прошлом, ни в будущем, я в настоящем. Пьем чай, едим варенье вкусное. Варенье очень вкусное, да. Да. Об этих вареньях я буду рассказывать на своем втором канале. Да, да, да. Ты подтверждаешь? Я, да, да, да. Мы подтверждаем, да. Вообще-то хорошо сидим, да? Хорошо сидим, да. Ну, сейчас немножко еще поболтаем. Да, я поеду, потому что надо Настю сегодня забирать с садик, а мне еще надо в магазин зайти, там что-то прикупить. Ты вообще деловая женщина? Ну, я не то чтобы деловая, я не люблю все в кучу сразу, чтобы оно накапливалось, поэтому я стараюсь растянуть это все во времени и как-то потихоньку, да, все потихоньку, понимаешь. Я вот вчера чебуречки пожарила, я сразу печку помыла, хотя там набрызгалось масло, ну, как бы на печке, сковорода, вот это все, я сразу раз помыла. Я думаю, а вот знаешь, если бы у меня было бы там в мойке вот это вот наложено там, что еще? Нормально, по опыту, скажи, нормально, ничего страшного. Если бы я всю эту жирную посуду навалила в мойку, печка забрызганная маслом, вот это все, да, все вот это вот бы покапливала, покапливала, потом для меня, ну, нужно было бы генеральную уборку делать все это. А тут раз-раз насвинячила чуть-чуть и сразу раз помыла, насвинячила, сразу помыла, и так вот раз у меня и как бы и чисто. А если когда мне надо уже такую уборку, ну, в основном я там пыль только собираю. Я, кстати, сейчас стремлюсь к тому, чтобы приглашать человека, я сейчас, ну, домой убирать, то есть я хочу заключить контракт с одной компанией, которая мне нравится, за ними уже смотрю, они здесь ездят и убирают в нашем доме уже к некоторым людям. И я сейчас подготавливаю квартиру, нахожу каждой вещи свое место, да, у меня распродаж очень много, я магазин весь свой распродаю, и, в общем, каждой вещи свое место. И я планирую в ближайшем будущем, я, наконец-таки, делегировала готовку еды. Еду теперь мне привозят, вкусную, домашнюю, я думаю, не готовлю, только по выходным иногда, деньги, вот. А он что-то и ест, например, вчера макарошки с сыром, я очень вкусная. Вот. И также планирую уборку тоже делегировать. Я не хочу ни убирать, ни готовить, ни сразу, ни потом. Понятно? Ладно, будем наблюдать за твоими изменениями, посмотрим. Все в процессе, я же сейчас учусь на коуча, у меня есть теперь свой коуч, психолог, очень крутые профессионалы. В рамках обучения у меня есть такая возможность с ними прорабатывать много моментов, поэтому... Ну, вот, видишь, я, по крайней мере, рада за тебя, что ты уже научилась, ну, по крайней мере, этому учишься уже. Учусь. То есть разделять, где работа, время, а где время отдыха, чтобы у тебя во время отдыха в голове не сидела работа, потому что, ну, это так, в таком ритме очень трудно. Ты знаешь, это, на самом деле, порядок в голове, я так поняла. Это просто порядок в голове. Но, на самом деле, так и есть. На самом деле, когда я начала обращать внимание на те моменты, когда я отдыхаю, я заметила, что я... У меня времени для отдыха очень много. Просто до этого я не замечала, потому что в тот момент, когда я отдыхаю, я думаю о делах, а о них не надо думать в момент отдыха. Да. О них нужно думать в момент работы. Да. Села за компьютер, у тебя есть список, что тебе нужно сделать. Не надо о чём-то там другом витать и думать. А уж если ты отдыхаешь, и дела у тебя сейчас не надо, то сиди и отдыхай. Да. Смотри кино, готовишь, готовь, убираешь, убирай. Что я не люблю делать, но тем не менее. Ну да, вот как раз вот чем ты здесь и сейчас занимаешься, об этом сейчас и думаешь в этот момент. Да. Маме снимаем детям. Вот. Ну, молодец. Правильно, это правильно. Это правильным вещам тебе обучают. Да. Я этому очень рада. Ну, зато тогда я тебя хоть иногда буду видеть уже таким, как сказать, расслабленным человеком. Вот как сейчас. А то бы в здравии. Да. Адекватный человек сидит, чай пьёт. А то бы я как себя вела, если бы. Ну, а то ты, а то ты, ой, подожди, подожди, не отвлекай, мысли, у меня мысли, подожди, сейчас убежит, так. Это записать? Это записать, да. Ага. Всё. Ну, такая вся мысль. Мама, у меня куча мыслей в голове сейчас, подожди, мам, не отвлекай. Там устаётся. Я говорю, ну, мне нужно тебе только один вопрос задать. Мам, напиши лучше в WhatsApp, я потом тебе отвечу. Сейчас вот разгребу, как-то так, понимаешь? Ну, это ж вообще не дело такое. Да. А сейчас я вижу перед собой свою дочечку, которая сидит, она чаёк пьёт и болтает. Я вчера, кстати, у меня были какие-то дела, и я вчера просто сижу такая, валяюсь на диване, включила сериальчик, да, там, чаёк сделала, кушаю что-то. Я сижу и понимаю, что мне никуда не надо спешить, это так прикольно. Я такая думаю, обычно я одну серию посмотрю, я такая думаю, всё, надо там делать дела, всё, не надо. А потом думаю, ну, а что? Ну, посмотри ещё одну серию, у тебя ещё возможность. Окей, смотрим. Ну, и правильно. Я тоже, знаешь, как бы, я утром встаю, думаю, так, что мне сегодня срочного? Такое прям вот надо обязательно прям сделать, да? Ну, это если прям вот обязательно срочно, я делаю это в первую очередь. Я тоже делаю это, всё траплю. Да, а потом дальше смотрю, если у меня есть настроение, силы, желания, я туда ещё что-то. У меня список таких вот каких-то дел, которые несрочные, они у меня висят перед глазами, этот список. Ну, если есть настроение, желание, значит, я что-то из этого списка сделаю, вычеркну, да? Что-то в голову пришло, там, ну, как бы новое, раз нам дописала что-то, ну, такое вот. Вот. И, как бы, я с чувством, с толком, с расстановкой живу именно, потому что я же не знаю завтра, в каком я настроении, самочувствии проснусь, ну, как бы сказать, высплюсь я, либо я не высплюсь. Ну, в том случае это неизвестно. Да, ну, будет настроение, не будет, силы будет, не будет, там, может, что-то будет, болеть, самочувствие или ещё что-то, да? То есть я не знаю, там, что будет завтра, послезавтра. Ну, как бы, я знаю, какие дела мне нужно делать из тех, которые не срочно. Я их потихонечку там подгребаю. Список потом этот переписываю. И всё. Ну, как бы, вот так вот. А то, что срочно делаю... А ты вообще живёшь вот так, по принципу? А я живу, потому что, понимаешь, у меня, как бы сказать, вот я смотрю иной раз на этот список и думаю, блин, я раньше по молодости вот это всё могла сделать за один день, понимаешь? Но у меня сейчас, я прекрасно понимаю, что у меня голова может хотеть всё, что угодно, что избредёт в голову, да? А я просто по факту реальных своих сил понимаю, что я не всё смогу физически сделать. Ну, я тоже уже это начинаю понимать, и начинаешь ещё же напрягаться, когда тебе надо всё успеть. Да, поэтому я себя не напрягаю. Я просто, как бы, делаю по ходу жизни. Вот у меня недавно делала, я снимала уборку. Я проснулась, я выспалась на улице солнышко. То есть, как бы, тут уже прилив энергии. Кстати, с солнцем у меня приходит энергия. Я солнечный человек, я работаю на солнечных батарейках. Я тоже. Вот, представляешь, солнца нету, я уже чувствую, нет энергии. Где её взять? Я думаю, с твоих зрителей все такие. Вот, ну, я уже так нашла немножечко такой небольшой способ. Нужно, во-первых, чтобы было светло в комнате, включить лампы побольше, так. Включить музыку какую-то такую, может быть, весёленькую. Ай, весёленькую. Да, да, весёленькую такую, которая нравится какой-нибудь. Ну, из того, что нравится, что-нибудь такое бодрящее, да? Такое вот. И тогда уже что-нибудь там с хорошим настроением что-то делать. Вот. И вот у меня тогда я начала уборку, начала уборку. Сначала я просто хотела пропылесосить и пыль везде повытирать. Так-то у меня нету разбросанных ничего везде. А потом что-то я как разошлась, и окно тут я помыла. Там что-то я постирала, мойку помыла, с полки всю пыль помыла. Туда залезла, помыла. В общем, короче говоря, что-то раз-раз-раз-раз, и что-то и раз, и то, и то, и не могу остановиться. И стирка тут у меня уже стирается. В общем, понимаешь, то есть даже я не ожидала, сделала в три раза больше, чем планировала. А это всё зависит от состояния. В общем, да, выход есть. Да. Так что разделяй и властвуй, да, как говорится. Дело, время, потихий час. Слушай, я так часто вспоминаю мамины поговорки. Она любила у меня бросаться поговорками. У неё пословицы, поговорки сыпались, да, постоянно. И, кстати говоря, тут думаю... А сейчас я понимаю смысл многих поговорок, которые тогда как-то особо не понимала, может быть, не вникала. Не вникала. Вот, да. Ну, такие вот дела. Ну, всё, мы тогда уже что, сейчас ещё немножко поболтаем, разбегаемся, да? Угу. Вот. Да. Ну, ты попрощаешься с моими девочками? Угу. Нет? Ну, ты иди, мы остаемся. Ну, я тогда с вами прощаюсь, если мама больше не будет меня снимать. Да? Ну, вот, может быть, и не буду больше тебя снимать. Тогда пока. Потому что я уже так думаю, что я скоро уже подчатываю. Будьте здоровы, живите богато и счастливо. И всем вашим близким тоже крепкого здоровья. Хорошего настроения, оптимизма. Ну, это уже всё. Солнечные дней побольше, да? Да. Я смотрю, там солнышко пытается вылазить где-то. Да. Где-то вылазит, но не особо. Ну, хотя бы там у нас не сильно прямо чёрное небо, да, как было недавно. А так оно немножко там облачко. Ну, я уже показала сегодня небо. Я утром всё время люблю. У меня свои фонарики. А у тебя, видите, у тебя всё время праздник, да? Солнечные ручки. У тебя всё время праздник. Ну, всё. Всё, девочки, я дома. Заскочила в магазин за хлебом. Ну, и как всегда, вместе с хлебом я взяла колбаску. Ну, вот эта вязанка по акции за полцены. Вот эта вот сырокопчёная с салями премиум. Взяла попробовать тоже по акции за полцены. Булочку Насте взяла. Взяла муку. Вот этот сок самый дорогой. Ну, тут вроде 100% сока. Ну, тоже с Настей вдвоём попьём. Вроде бы как яблоко персик должно быть хорошее. Ну, и прихватила лук, свеклу, чтобы по рожнякам не ходить. Свекла тоже по акции со скидочкой. Вот так набрала, как всегда. Девочки, смотрите, какой закат. Солнце такое красное садится. Время полпятого только. А уже всё. Уже сейчас будет темно скоро. В общем, скоро уже за Настей в садик идти. Ой, мне нравится. Так красиво. Такая красная тарелочка. Сегодня вроде снег с утра шёл такой небольшой. Всё уже. Снега давно, след простыл. Всё, мы с Настюхой пришли. У Настюхи такое пальтишко классное. Говорит, папа выбирал. И шапочка в тему, да? Вот к этой штучке. Ну, классное. Будет тебе тепло. Теперь ты прямо как взрослая выглядишь. Ну-ка, что тебе? Что там? Ой, а внутри, смотри, зелёненькое тоже. Клёво выглядит. Что ещё прикольно, да? Это пальто можно одевать, как рюкзак, да? Да, это когда жарко станет, можно крылья улететь. Ну, прикольно придумали, да? Жарко стало, пальто снял, просто как рюкзачок его на спину закинул. И легко можно идти, просто смотреть куда угодно. Ой, ну классно. Мне ещё нравятся вот такие яркие цвета. Тебе очень хорошо смотрится, очень идёт. Сейчас будешь пижамку мерить ещё. Ага. Ну вот, девочки, помните, Василёк я вам показывала, вот эта пижамка, которая с начосиком, тёпленькая. Вот она на Настю прям как раз. Ну, это её рост. 122 сантиметра, она 7 лет. Это её рост. Ну, симпатичная, хорошо сидит, классно. Классники всё такое. Да, да. Больше розовенькие зайчики, но там синий, там церковь. Хорошо. Нравится пижамка тебе? Ну, я так и знала, что тебе она понравится. Всё. Классный и цвет хорошенький. Может, тут чуть-чуть салатный, нюненький? Ну, такой вот, нет, нет, это нежно-голубой. Мне нравится. Хорошенький. Всё, тёпленько теперь. Девочки, мы ещё купили, я зашла, мимо проходила моего вагончика, любимого, не удержалась. Взяла сметанку. Ну, вот она такая вот. Сейчас попробуем. И взяла килограмм творога. Хочу запеканку сделать. Творог понюхала прям. Вкусный-вкусный, пахнет молочком. Так, а вот сметанка, мне интересно. Вот, сейчас она не такая жидкая, как была в прошлый раз. Вот, пирамидка складывается, значит, это то, что нужно. Ну, отлично. Сейчас я её поем с удовольствием. Пол-литра, пол-литра сметаны стоит сейчас 250. И килограмм творога у них стоит сейчас 250. Ну, творог хороший. Всё, девочки мои. Мы уже поужинались с Настюхой. Сейчас мы сели смотреть телевизор. Сейчас найдём, что-нибудь в интернете, какой-нибудь ролик интересный включим. Вот, и будем смотреть. А это видео я хочу уже завершить. Поставить его уже на обработку, чтобы утречком его уже вам смонтировать. Вот, подписывайтесь к дочке моей на канал. Хочу вам ещё напомнить, что у неё тоже скоро будет, очень скоро будет у неё конкурс. Тоже будут разыгрываться очень хорошие, классные, вот такие вот бьюти-боксики, подарочки классные. Вот, так что, кто не подписан, подписывайтесь. Я ссылочку на канал дочки оставлю внизу, если кто-то ещё не знает, какой у неё канал. У неё очень много интересных видео. И участвуйте в розыгрыше, в конкурсе. Вот, ну и у меня тоже уже скоро будет компас. На этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok